Нынешнюю посевную многие аграрии встречают, прямо скажем, не в радужном настроении. И тому есть причины. Животная цена ВСМ была 12 тысяч в прошлом году, в этом году уже 29. 10 тысяч, вот я работаю 15 лет почти председателем, чтобы такой скачок был, 10 тысяч за один год. Это, конечно, это. Сегодня в аграрном секторе ситуация как никогда сложная. Трехлетняя засуха не позволила многим хозяйствам вовремя вернуть взятые под залог кредиты, а следовательно, брать новые уже невозможно. У нас на подготовку, на проведение весенних полевых работ обеспечены собственными ресурсами в хозяйствах только 22%. Но область никогда не оставляла крестьян один на один с проблемами. И губернатор уверен, нам по силам выполнить серьезную задачу, поставленную перед Оренбуржьем, получить в нынешнем году не менее 2 миллионов 920 тысяч тонн зерна. Впервые объем несвязанной поддержки из федерального бюджета составит для Оренбуржья 667 миллионов рублей. Это 178 рублей на один гектар засеваемой площади. Еще 607 миллионов нашли в области. Это 162 рубля на один гектар. Итого стартовая стоимость работ на одном гектаре – 340 рублей. При встрече с министром, вот 27 или 28 марта мы встречались с ним в Москве, он четко и ясно об этом сказал, что будет и поддержка еще и на уборку. Пострадали? Но получая поддержку из федерального центра, придется выполнять и определенные требования, связанные с вступлением страны в ВТО. Это своевременное и полное использование минеральных удобрений, приобретение элитного семенного материала, страхование будущего урожая, обновление материально-технической базы. Покажем работу на высоком уровне, получим еще денег. Мы обязаны это сделать, потому что в этом случае область получит из федерального бюджета второй транш по несвязанной поддержке. И это позволит не только завершить восьнюю уборочную, но и, как говорится, подкопить жирок на будущий год. Участие в зональных совещаниях принимают и руководители финансовых организаций. Ведь вопрос привлечения инвестиций в сельское хозяйство стоит остро. Пенсионное накопление граждан, переведших накопительную часть в свой родной фонд, инвестируется в регионе 70%. На сегодня более 3 миллиардов активов фонда, размещаемых в наши банки, в такие банки, как Россельхозбанк, Банк Форштадт, Сбербанк. И эти деньги направляются на развитие экономики, финансирование и кредитование сельскохозяйственных предприятий. Накопительную часть переводить в фонд нужно, возвращать в регион накопление граждан нужно. Тем более, что 2013 год является последним годом, когда можно будет подать заявление в негосударственный пенсионный фонд и оставить тариф отчисления 6%. Для тех, кто не успеет перевести накопительную часть в негосударственные пенсионные фонды в 2013 году, с 2014 года на их накопительную часть будет отчисляться всего лишь 2%. Но поддержка аграриев не ограничивается только финансами. Например, «Газпром» предлагает перевести всю сельскохозяйственную технику области на газомоторное топливо. Экономия солидная, но смущает первоначальные вложения в переоборудование – 140 тысяч рублей на единицу техники. Но губернатор успокаивает, эту проблему можно решить. «А если я вам скажу, что мы с «Газпромом» договорились, что это своего рода газификация, и это будет делаться за деньги «Газпрома», всем нравится?» Что ж, задачи перед аграрным сектором области стоят серьезные. Но, как видим, они решаемы, и позитивный настрой губернатора основан не на пустом месте. А значит, сельское хозяйство области сможет выйти на новый уровень. Светлана Кабанова, Роман Боричев. Итоги недели.